Такую физику можно и потрогать, и ощутить на вкус. Проект уже пятый год, но желания изучать науку более детально у школьников все больше. Педагоги технического вуза с удовольствием им в этом помогают. Причем проводят уроки не только для барнаульских учеников, организуют научные дни и выезжают целые делегации по школам края. Цель проекта – пригласи ученого привлечь школьников к научной деятельности. Во-первых, мы показываем, что физика – это не скучная наука, а интересная, зрелищная. Во-вторых, мы не просто представляем это как некоторые фокусы, а объясняем физическую суть явлений, которые наблюдаем, знакомимся с физическими величинами и с некоторыми интересными процессами. Подать заявку может любая школа. Достаточно выбрать, какое из предложенных занятий будет полезно для учащихся. Первой определилась гимназия номер 40 и пригласила кандидата в физико-математических наук. Хоть с физикой тут дружат многие, но такие уроки с жидким азотом, как выяснилось, мотивируют надолго. Я всегда считал физику довольно интересным предметом, потому что нам показывали опыты наши учительницы, но в более малых размерах. А тут прям такая демонстрация была, что я считаю, что мое мировоззрение касательно физики изменилось. Ну сразу стало очень интересно. Интерес хорошо, а результат еще лучше. Организаторы проекта надеются, что школьники станут больше заниматься научной деятельностью и активнее участвовать в олимпиадах. Ведь за призовые места на конференциях вузы добавляют абитуриентам дополнительные баллы при поступлениях. А победы в олимпиадах могут обеспечить стопроцентное бюджетное место с повышенной стипендии до 25 тысяч рублей. Ты видел этот опыт с дезодорантом в воду? Это прям... Между тем ученые технического вуза уже готовятся к следующему визиту в школу. На этот раз заявка на проведение урока по физике и кулинарного путешествия пришла из 80-й Барнаульской гимназии. Елена Кузовкина, Анна Ирбис, Александр Андропов. День с толком.